Ещё раз всем привет! И сегодня немножко вернёмся к теме угарного супа. А также меня часто просят какие-нибудь байки рассказать из моей учительской деятельности, что ученики рассказывают про прошлых преподавателей. И сегодня тоже немного расскажу. И, соответственно, хотём поговорить на такую тему, как вот важнейшее качество преподавателя, это, как оказалось, для многих людей быть дружелюбным парнем. То есть, не важно, как человек слышит, не важно, как он играет, не важно, может, он что-то объяснить или не может, самое главное качество, это, конечно же, быть улыбчивым, добрым, дружелюбным парнем. То есть, мне часто говорят, что я вот называю говно говном, Злой ЧСВ-шник, надменный и так далее Ну, хорошо, давайте представим себе простейшую ситуацию Я таких историй, опять же, очень много слышал Потому что у меня все мои видео основаны только на реальных событиях И я вам сейчас немножко расскажу, как вот и покажу Как выглядит урок у классического, улыбчивого, дружелюбного парня, любителя музыки И ту, и другую роль придется мне исполнять Потому что никаких актеров для этого видео я не нанимал Но я думаю, что будет понятно Итак, представим вот ученик Здравствуйте, учитель, я вот пришел Я на два часа раньше пришел, с транспортом не рассчитал У вас как, сейчас заняты или можно пройти и начать заниматься? Привет, проходи, у меня сегодня Т1, поэтому ничего страшного Можем раньше, можем позже, то есть здесь как хочешь все равно Главная музыка Хорошо, учитель, да куда мне включиться? Просто я хочу свои косяки посмотреть, нормально все проработать Подожди включаться Сначала давай настроимся на нормальный лад Самая главная музыка Давайте я сейчас сыграю какой-нибудь риф, чтобы музыка через нас прошла А потом уже будем заниматься Давай, я сейчас поставлю барабанчик и что-нибудь я сыграю, хорошо? Поехали Учитель, я не хочу вас обидеть, но я подписан на канал одного злого ЧСВшника И не могу называть его имя, потому что в вашем святилище музыки это будет просто кощунство Но если бы он это услышал бы, он бы сказал бы, что это просто ватная хилая дресня мимо ударки Как вы считаете? Так и сказал бы Какой ужас, какой злой несчастный человек Он, наверное, не понимает музыку Это же просто музыка Я сейчас играл, я прям вот почувствовал, как душа рвется Оно все было с душой, это все было по-настоящему, было по-честному, это была музыка Ну хорошо, учитель, я понял, ладно, не буду спорить сейчас Мы сегодня будем заниматься какими-то делами Потому что в прошлый раз что-то было странно на прошлой неделе Мы 8 часов с вами сидели, чай пили, какие-то баранки точили Суп угарный какой-то ели, рыбу резали Но я так помню, что домой ушло без домашки То есть чем мы вообще занимались-то, я даже и не помню Да, это просто был вводный урок Бесплатный Мы говорили о гитарах И суп ели, да, все было здорово И я почему-то запомнил этот день Потому что я в конце дня заплатил за 10 уроков вперед А у меня как раз сейчас людей мало, кризис И вот эти 10 уроков мне помогли очень Потому что я смог купить себе струны новые И пивка для драйва Но сегодня, конечно, будем заниматься нормально музыкой Уже продуктивно, потому что, опять же, то занятие было вводное Сегодня будем нормально все делать Но сначала, смотри, я хотел бы тебя познакомить с творчеством величайших гитаристов Давай посмотрим какой-нибудь джем Какого-нибудь бога гитары Человек, который сделал самый большой вклад в музыку своей игрой Он просто невероятно чувствует каждую ноту Когда идет гармония Он с ней взаимодействует на каком-то космическом уровне Каждую ноту кладет просто идеально Ну, давай, я не могу объяснять Потому что эта музыка, она не примет слов Она примет только исполнение Давай посмотрим этот джем Учитель, я все понимаю, но, опять же, вот этот Чейс Вэшник с Ютубу Он назвал бы такие вещи безбашенное, месиво, сраное Я не знаю, это точно нормальная музыка? Ну, конечно, это нормальная музыка Разве можешь гитаристы с десной командой пороть какое-то говно? Конечно, нет, это невозможно Эта музыка, она просто чуть-чуть другая Она бывает такая, бывает цыкая, но это все музыка Ну, хорошо, учитель, ладно, я не буду спорить Но все-таки сегодня мы будем чем-то заниматься? Есть ли какая-то программа, по которой вы работаете? Или как вообще все происходит? Ну, какая программа, дорогой? Как в музыке может быть программа? Ты просто почувствуй ее, распахни крылья Лети, возьми инструмент Почувствуй, как тело тебе подскажет И старайся просто играть музыку Зачем тебе о чем-то думать еще? А в плане занятия, конечно, сегодня мы сделаем очень важную вещь Давай я тебе сегодня распечатаю табулатуру Лидийского лада Ты ее заучишь, и будет больше музыки в твоей игре Ну, не знаю, учитель, что-то мне все это не очень нравится Просто я играю, у меня огромное количество косяков Везде всякий срач лезет мне в группе, все чморят Я смотрю канал ТОЧСВшника И мне каждый раз стыдно Он все время ржет над такими людьми, которые даже гитару нормально взять не могут И у меня такая же ситуация То есть у меня реально там срач, здесь срач И он каждое новое видео выходит и реально как будто прям вот Серпом по одному месту херачит То есть настолько стыдно Я почему к вам пришел, потому что вы живете близко и берете недорого И говорят, музыку любите И самое главное, мне сказали, что вы очень дружелюбный парень Но теперь я уже хз Ну вот примерно так оно все выглядит То есть сразу и грустно, и смешно Таких историй я от учеников слышал десятки, может даже уже сотни Поэтому сегодня я вам сказал правду о днищевой ситуации с гитарным преподаванием в нашей стране Поэтому будем стараться ситуацию изменить с нашими коллегами И будем долбиться за правильный гитаризм Поэтому, в общем, всем удачи И помните, что музыку нужно играть, а не ковырять Поэтому скоро продолжим и всем пока Субтитры создавал DimaTorzok